Еще лет 10 назад параллельным вычислением занималась относительно небольшая группа людей, имевших доступ к многопроцессорным системам и суперкомпьютерам. Обычные же компьютеры имели единственный процессор, способный выполнять в каждый момент времени только один поток команд. И казалось, так будет всегда. Но потом ситуация кардинально изменилась. Тактовая частота процессоров достигла предела, и дальнейший рост производительности стал осуществляться за счет размещения внутри нескольких вычислительных ядер. Таким образом, многоядерные процессоры способны выполнять одновременно несколько потоков команд. Научиться писать корректно работающие параллельные программы непросто. Даже человеку, хорошо знакомому с обычным последовательным программированием. По своей сложности это можно сравнить с переходом от процедурного к объектно-ориентированному программированию. Появляются новые понятия, технологии, подходы к реализации программ, свои подводные камни и способы их избежать. Обо всем этом применительно к параллельным вычислениям рассказывается в этом курсе. Существуют задачи, для решения которых недостаточно ресурсов одного, пусть даже очень мощного компьютера. Помимо научных расчетов, такие задачи все чаще возникают при обработке анализа больших объемов данных. Ярким примером является поисковая система в интернете, в которой необходимо уметь быстро обрабатывать содержимое миллиардов веб-страниц, причем делать это в постоянном режиме. Для решения таких задач применяются технологии распределенных вычислений. Эти технологии позволяют объединить при решении задачи ресурсы множества машин. Это могут быть всего несколько компьютеров, объединенных в локальную сетью, или же вычислительные кластеры, состоящие из сотен серверов. Решение задач в распределенной среде имеет много общего с параллельными вычислениями. Однако есть и некоторые важные отличия. Главным из них является возможность отказа отдельных частей системы. Обеспечение отказоустойчивости вычислений в такой среде само по себе является непростой, но в то же время интересной задачей. В курсе рассматривается несколько технологий распределенных вычислений. Центральное место среди них занимает MapReduce. А это относительно новая технология, которая была создана для распределенной обработки данных внутри поисковой системы. Помимо знакомства с MapReduce, в курсе затрагивается распределенная система хранения данных. Так же, как в свое время появились многоядерные процессоры, сейчас начинают появляться облачные сервисы, позволяющие арендовать вычислительный кластер любого размера. В чем особенность этого курса? Чем он отличается от других курсов по этой теме? Главная особенность курса — это выработка практических навыков и знакомство с самыми современными технологиями. Вместо теории, которая дается в университетских курсах, на занятиях рассматривается много практических примеров. Домашние задания включают написание параллельных программ и работу на кластере из нескольких десятков машин. Если вы хотите научиться писать многопоточные программы и эффективно обрабатывать терабайты данных, проходите на курс. Будет интересно.